Приветствую вас! Я соглашусь, пожалуй, с коллегой Кудрышевым Игорем Леонидовичем в том, как он ответил вам на ваш вопрос. И также, наверное, отмечу то, насколько точно вы описали свою проблему. Насколько точно вы это сделали. Вы сказали, что я потерялась в отношениях. То есть, не просто, да, вот, там у меня есть какие-то проблемы, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, нет. А именно, я потерялась в отношениях. И мне кажется, что это очень, очень правильная такая формулировка. Вы действительно потерялись в отношениях. Вам действительно нужно разобраться в себе, ну, вот, в том, что с вами происходит сейчас. Вот. И, конечно, не спешить, значит, что-то делать, да, конечно, не спешить выстраивать отношения и определиться с тем, чего же вы хотите. Вот. Так, ну, во-первых, что значит добивался месяцами? Да, то есть, такое впечатление, что вы влюбляетесь в отношения к вам, но не в самого человека, что как бы настораживает немного. А дальше, значит, ему 30, у него есть дети от первого брака, мне всего 23 года. А, значит, всего. Почему всего? Что-то, откуда такое, можно сказать, принижение своего возраста. Так, дальше. Что мужчина для вас значит, да? То есть, вот вы говорите, что ему 30, он, значит, у него дети. Или дети, что для вас значит? Возраст, в конце концов, что для вас значит? Вы же говорите о возрасте, да? Вот. Сейчас объявился ещё один парень, который влюбился в меня, предлагает отношения, меня к нему тоже тянет. Ну, понимаете, а, тянет, это ни в коем случае не отношения. Тянет. То есть, если вас тянет, это не отношения, это скорее, ну, это скорее потребность. У вас потребность в, ну, в мужчине. Вот. Какая это потребность? Вот. Он мой ровесник, никаких браков и детей. А, что, в чём проблема браков и детей? Можете, эээ, как-то вот, ну, назвать, озвучить. Вот. В чём проблема браков и детей, в принципе, для вас. Эээ, дальше, значит, так. Эээ, так. Я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Вопрос. Стоит ли закончить отношения нынешние? Ну, что значит, стоит ли закончить отношения? То есть, а, ну, вы же понимаете, что вы что будете слушать чужих людей, ну, то есть, например, эээ, вот мое мнение, или мнение ээээído кого-то из коллег. Ну, как вы вообще себе это представляете, О, ГОТ. То есть, как можно ээээ, ну, слушать ээээээээээээ.. у меня нет других людей, да, в том, что касается вашей жизни, вот. То есть тут на самом деле только вам решать, что делать и как поступать, мне кажется. Вот, поэтому, поэтому если вы действительно интересуетесь нашим мнением, у меня для вас, к сожалению, плохая новость, вы не уверены в себе. Вот. А вы очень сильно, ну, не уверены в себе. Вот. Я для вас, ну, плохая новость. Если вы, если вы уже имеете какое-то решение, ну, то есть если у вас уже есть какое-то решение, если вы пришли к какому-то решению, вот. Вот. Что мне кажется, что в таком случае вам необходимо определить для себя, что это за решение конкретно. Вот. Что в первом случае работать нужно с вашей неуверенностью, например, в себе, да. Вот. В первом случае. А во втором случае желательно бы понять, значит, смысл вашего обращения. То есть, ну, зачем вы обращаетесь вообще к нам? Вот. То есть, для чего вы обращаетесь к нам? То есть, вам помощь нужна в чём? Ещё раз повторю, брать ответственность, значит, за вас, да, брать ответственность за вас. Ну, как бы, в отношениях. Никто не будет. Правда, это вам решат, это вам решат. Дальше. Наличие семьи мне очень мешает. Чем? Ну, я, к сожалению, понимаю это только за дел, потому что хочется, чтобы мужчина хотел сделать мне предложение и построить что-то серьёзное. Ему особо это не нужно. Участвовать со вторым ребёнком только год. Во-первых, чем вам мешает семья? Во-вторых, для чего вам хочется, чтобы мужчина сделал предложение и построить что-то серьёзное, если вам только 23 года? То есть, для чего вам это серьёзное, когда вам, в принципе, уместнее бы думать о собственной реализации, вам уместнее думать о собственной карьере, вам уместнее думать о собственной развитии, а вы тут почему-то вот хотите построить это серьёзное. Очень жалею, что начала так рано жить с ним, ведь теперь с тёмной квартирой мне будет тянуть очень сложно, я бы не хотел жить одна. А почему вам сложно, если вы снимаете пополам? По какой причине вы не хотите жить одна? В чём проблема-то? Плюс очень сложно уйти от него, мне нравится характер, поведение этого человека по отношению ко мне, он ответственный и заботливый, но эти отношения беспроспективные, я этого боюсь. А ещё и наше перспективное отношение для вас. Это совершенно такое впечатление, что вы, мужчины, воспринимаете исключительно как средство для чего-то своего, но никак не для того, чтобы, ну, не как таковых мужчин. И именно поэтому подтверждается предположение моего коллеги о том, что вы не любите, что вы не любите ни первого, ни второго мужчину. Вот, и соответственно, что вы просто заботились именно в своих желаниях, ответственность за которые вы переносите на другого человека, в данном случае на мужчину. Вот. Что вы чего-то хотите, но ответственно за это делаете своего мужчину, неважно какого. Вот. Поэтому, главное, нужно определиться с тем, что нужно лично вам, чего вы хотите. Вот. Самостоятельно этого добиваться и в процессе выстраивать отношения. Не задумывать о будущем, не задумывать о перспективах, потому что в отношениях перспектив не бывает. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Обратите внимание, что вы пишите с желаниями на съёмной квартире, да. То есть, что-то вынудило вас уйти из дома, но при этом самостоятельно жить вы так и не научились. То есть, одна вы по сути не были, вы время были с кем-то. Вот. И это, на самом деле, делает вас очень уязвимой фигурой. Именно в отношениях, где есть личные границы, где есть взаимная ответственность. Вот. Это вас делает очень уязвимой фигурой. Потому что вы уже попали, скорее всего, в зависимость от мужчины, с которым вы сейчас живёте. Вот. Когда вы говорите, что мне сложно от него уйти, да, это вы говорите, опять же, о том, что он вам даёт. То есть, вы не говорите о любви, вы не говорите о чувствах. Вы говорите именно о том, что он вам даёт. Это совершенно разные вещи. Абсолютно. Вот. А на этом всё. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.